Привет, владельцы автомобилей! У меня есть для вас важное сообщение. Видите ли, наши автомобили как верные помощники, которые всегда рядом с нами, даже в общественных местах. Но иногда, вернувшись, мы обнаруживаем, что нас ждут неожиданные сюрпризы. Попробуйте представить, как вы подходите к своему четырехколесному спутнику, а там листовка, выглядывающая из поддворника или, не дай бог, штраф за парковку на лобовом стекле. Все мы с этим сталкивались, верно? Так вот, держитесь за руль, потому что для вас есть очень важный совет. Если вы видите на своем автомобиле что-то, чему там не место, не убирайте это голой рукой. Заинтригованные? Видите ли, полицейские внимательно следят за всем, что связано с автомобилями, и их работа не ограничивается лишь ловлей нарушителей скоростного режима и соблюдением правил дорожного движения. Они защищают нас, раскрывая новейшие уловки мошенников. Возьмем, к примеру, Арлингтон, штат Виргиния. Власти там недавно отметили всплеск краж водительских подушек безопасности. Чтобы бороться с этим безумием, полиция посоветовала людям парковаться в хорошо освещенных местах, запирать свои автомобили, прятать ценные вещи, а для пущей убедительности использовать блокиратор руля. Некоторые автомобильные воры обнаружили новую сверхспособность использовать камеры смартфонов, чтобы заклинуть внутрь вашей машины, будто у них рентгеновское зрение. Эти хитрые люди могут обойти защитную тонировку стекол вашего автомобиля и получить четкое представление о ваших сокровищах, даже не сделав фото. Ох уж эти современные смартфоны, а? В ответ на это власти в некоторых штатах запустили кампанию «Прячь свои вещи», напоминая о необходимости убрать ценные вещи или, по крайней мере, спрятать их подальше. Но это еще не все. Полицейские предупреждают нас быть особенно осторожными из-за новой угрозы, которая поджидает наши автомобили. Вы знаете, как это происходит. Листья, мусор и листовки часто попадают на машины. Обычно мы не обращаем на это внимание и просто быстро чистим наши транспортные средства перед тем, как уехать. Однако вам следует дважды подумать, прежде чем попытаться брать что-то голыми руками, даже если это кажется совершенно невинным куском мусора. К чему вся эта суета, спросите вы? Давайте посмотрим на инцидент, который произошел в Хьюстоне, штат Техас. Представьте себе следующую ситуацию. Одна женщина, только что отпраздновавшая свой день рождения в местном ресторане, возвращается к своей машине и обнаруживает салфетку, торчащую из дверной ручки автомобиля. Сначала она не придала этому значения и спокойно убрала салфетку, думая, что это просто случайный мусор. Но, как оказалось, после этого дела приняли сумасшедший оборот. Вскоре женщина начала ощущать покалывание в кончиках пальцев. И прежде чем она успела понять, что происходит, всю ее руку охватило неприятное онемение. У нее появилось головокружение и ей даже стало трудно дышать. Будучи ответственным человеком, ее муж считанные минуты набрал 911. Женщина отправилась в больницу, чтобы выяснить, что вызвало такую странную реакцию. После мучительных долгих шести с половиной часов врачи, наконец, поставили ей диагноз отравления неизвестным веществом. Они не могли точно определить природу вещества, потому что его в организме женщины находилось совсем немного. Но даже этого количества было достаточно, чтобы она почувствовала себя так, будто только что прокатилась на самом диком аттракционе в парке развлечений. Только представьте, если бы она обернула салфеткой всю руку. Ужас! Один из ее врачей предположил, что инцидент с салфеткой мог быть попыткой похищения машины. Подождите, что? Похищение, в котором участвуют салфетка и дверь автомобиля? Это похоже на плохой сценарий для комедийного фильма с низким бюджетом. Но вот где дела становятся действительно интригующими. Местный отдел полиции в своем благородном стремлении решить эту тайну сообщил, что не получал никаких сообщений о подобных инцидентах. Полагаю, что гений-шутник больше не появлялся. По крайней мере, пока. Однако полиция подтверждает, что опыт и симптомы женщины совпадают с другими случаями отравления. Конечно, существует множество стратегий, которые помогут сохранить и вас, и ваш автомобиль в безопасности. Например, когда дело доходит до парковки. Все дело в выборе лучшего места. К счастью, у специалистов есть несколько советов, которые улучшат ваши навыки парковки и удержат воров на расстоянии. Прежде всего, если у вас есть гараж, всегда ставьте автомобиль в него. Но если паркуетесь на улице, найдите хорошо освещенное и открытое место. Вы же хотите, чтобы ваш автомобиль был на виду, а не прятался в тени, где может таиться опасность? А вот и небольшой совет от бывшего грабителя. Этот парень знает все хитрости. Когда паркуетесь, поверните колеса к бордюру. Знаю, звучит странно, но поверьте, оно того стоит. Сделав это, вы усложните жизнь назойливым злоумышленникам. Им придется совершить несколько причудливых маневров, чтобы скрыться, а на это ни у кого нет времени. В наши дни все еще существует коварный способ, с помощью которого воры могут завладеть вашим автомобилем. И для этого им пригодится ваш ключ. Так что давайте перестрахуемся. Прежде всего, спрячьте ключи подальше. Когда вы дома, убедитесь, что они находятся вне поля зрения и вдали от посторонних глаз. Вы же не хотите, чтобы воры играли в рыбалку с палками и ключками через ваш почтовый ящик, вылавливая ваши ключи. Теперь поговорим о системе без ключевого доступа. Знаете, есть такие модные автомобили, которые открываются при приближении ключа. Ну, а если вам нужно нажать кнопку на ключе, чтобы открыть ваш автомобиль, у вас нет системы без ключевого доступа. Но не волнуйтесь, мы об этом тоже расскажем. Представьте себе, вы спокойно занимаетесь своими делами, как вдруг появляется коварный вор с одним маленьким устройством. Этот хитрый гаджет обманывает вашу машину, заставляя ее думать, что ваш ключ находится рядом, и быстрее, чем вы можете себе представить, открывает ее. Они даже могут завести двигатель и уехать в закат. Поверьте, ворам нужно быть всего в нескольких метрах от вашего ключа от машины, чтобы перехватить его сигнал. Это значит, что они могут сделать это, даже если ваш ключ спокойно лежит в вашем доме в безопасности. Не бойтесь, потому что есть несколько советов, которые помогут сохранить автомобиль с бесключевым доступом в безопасности. Когда вы в доме держите ключ и его запасной вариант подальше от автомобиля, возможно, вы можете поместить их в кейс с защитной сеткой или в стильную сумку Фарадея, чтобы блокировать сигналы. Считайте, что это уютный невидимый щит для вашего ключа, спасающий его от хитрых воров, перехватывающих сигналы. Вот еще один профессиональный совет. Если вы решите принять в свою любящую автомобильную семью поддержанную машину, немного переделайте ключи. Перепрограммирование гарантирует, что все старые сигналы или хитрые сюрпризы от предыдущего владельца будут полностью удалены. Чтобы ваш автомобиль всегда был в безопасности, нам также нужно затронуть эту не очень приятную тему – незаконные эвакуаторы. Некоторые воры думают, что могут похитить ваше авто прямо с улицы. Вот несколько советов о том, как быть на шаг впереди этих пиратов с парковки. Прежде всего, следите за всеми эвакуаторами, которые кажутся вам подозрителями. Теми, у кого на грузовике нет модных логотипов или кто забыл надеть свою шикарную униформу. Если что-то кажется подозрительным, не стесняйтесь немедленно сообщить об этом. Я знаю, что вы сейчас думаете. А что, если я ошибусь и это окажется ложной тревогой? Мы все должны действовать добросовестно, и никто не должен винить вас, если окажется, что это ложная тревога. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Верно?